Товарищ, верь, взойдет она, бутылка над стеклянной банкой, папаша встанет ото сна и, ухватив за ляжку мамку, с ней выпьет кельсу вина. Дорогие друзья, смотри на первый канале, у нас гостя сегодня чудесная пара. Ну что сказать, Игорь Николаев, Юлия Проскурякова, наконец, так! Спасибо огромное, что вы к нам пришли, спасибо огромное. Что вы, Юлочка, такой огурец схватили? Что это вы? Готовлю сделать окрошку, Иван. Вот, подождите, спасибо, что вы пришли, что мы будем с вами готовить? Тут оказывается целый ассортимент у нас, я-то думал, окрошечку сделаем, да и на этом все. А вали, окрошечку. Да, окрошечку. Ну, где я и где готовить, то есть, что не важно. Да, ну, с другой стороны, это для меня какой-то ностальгический момент памяти о моем сахалинском детстве. Значит, давайте так, я понимаю, что все-таки кулинарный двигатель у вас, если творческих музыкальных двигателей у вас два в семье, то кулинарный двигатель все-таки больше на стороне Юлии находится, да? Да, задний привод. Ну, назовем это так. СМЕХ Что вы хотите у меня? Окрошку. Окрошку. Значит, для этого у нас, ну, для окрошки нужна огромная немкость. И что еще? Салат? Салат? Цезарь. Цезарь. Для этого я, между прочим, принес вам сразу готовых сухариков. Давайте начнем, наверное, с окрошки. С окрошки. Окрошка предполагает многую, такую долгую, серьезную нарезку. Да, давайте вот с нее начнем. Ну, во-первых, окрошка предполагает долгую подготовку кваса, понимаешь? Квас должен быть реликтовым, аутентичным, и все. Что нам для окрошки нужно, кроме окрошки? Нужно много чего. Нужно поставить вариться картошку или это? А, картошка. Смотри, да, история какая. Это как горячий кофе и стакан с холодной водой, да? Разница температур. Да. Здесь такая история. Ледяная окрошка, и рядом стоит горячая картошечка с маслицем, с укропчиком. Значит, и на разницу температур, потом... Я-то думал, что я ждал, такое утром встал, с утром по предчувствия, что там любите картошку. Я не могу маслица, укропчик, вот так ее в кастрюльке, закрытой крышкой, без воды потрясти, чтобы она такая вся немножко запиталась, чуть-чуть подрассыпалась такая, чуть-чуть, как... Даже на любителя, кстати. У нас и на эстраде так, кто-то любит кременькую, любится картошечку, а кто-то рассыпчатую такую, ничего. Надо вовремя маслицем смажать. Все! Тогда не рассыпи. Ставим варить картошку, да? Давай поможем Ивану, потому что... Давайте, Игорь, прошу. Все-таки, да, перей. Я так и знал, что этим кончится. Ну, а что кончится? Ну, перекладывайте картошку-то, ничего, главное держать, чтобы она не... Я помыл их еще вчера. Руки, мы... Вот, я помыл их еще вчера. Юля, что мы с вами будем резать? Так, что мы будем резать? Начнем мы на, во-первых, зелье. Нужно порезать... Пошло дело. Райдем за счет лука тогда. Так, у нас зеленый лучок. Да, потому что здесь есть определенный секрет. Зеленый лучок, укропчик. Это все, что мы любим. Давайте. Да, я вот сейчас это порежу. Что мы еще будем? Огурчики. Огурчики мы чистим. Огурчики чистим. Да. Давайте я тогда буду чистить огурец. Ножи, пожалуйста. Вот, пожалуйста, выбирайте любые. Я, с вашего позволения, уже начну чистить огурцы, потому что дело... Ну, во-первых, я хочу, поскольку про Игоря-то мы... Все знаем? Ну, знаем многое. Юль, ну я про вас хочу сказать. Вот объясните мне. Мне этим, я не знаю, летом, Игорь, или... Как это было? Ну, вот там, не знаю, полгода назад, когда началось помешательство. Когда мне много людей сказали. Ваня, а ты знаешь, какая самая, внимание, скачиваемая, продаваемая песня для всех мобильных устройств на территории нашей страны? Я говорю, какая? И говорит, ты мое счастье в исполнении Юлии Кускариковой. Это все же правда? Я могу это сказать? Абсолютно. Давайте поаплодируем, ребята. Это правда. Игорь, а пойдите, я вам тоже предложу взять огурчик, встать тут рядышком, Игорь, говорится, вот досочку, и так почистить огурчики. Огурчик должен находиться в окрошке в двух качествах. Мелко нарезанный и потертый на терочке. Значит, сейчас я... А что, простите, а что в гриле мы будем делать? А это курицу для цесаря? Это другая история. Все, это мы быстро сделаем. Хорошо. Значит, нам нужно как бы 2-3 огурца натереть на терке, и 2 огурца просто порезать... Мелко кубиками, да? Мелко, да, да. Потому что в окрошке самое сложное, это порезать ее... Это ей вчера моя мама тихо говорила про это. Мне мама тихо говорила. Ну, как все-таки делать окрошку сахалинскую? Подождите, а это сахалинская? Сахалинская окрошка. А родители, подождите, это прямо такой сахалинский рецепт. Ой, как это интересно. А какие еще сахалинские блюда существуют? Вот какие-то специфические, вот что-то на сахалине, что... Ну, рыбонька, рыбонька вяленая, корюшка вяленая. Корюшка. Вот в этом смысле мы похожи, потому что в Ленинграде тоже корюшка. Но корюшка в Ленинграде только две недели, а на сахалине, наверное, побольше. Или тоже она идет на нерест? Ну, она совершенно другая там. Я знаю, что такое ленинградская корюшка. Это вот такая мелкая рыбка. Да, да. А на сахалине другая история. А знаете почему, Игорь? Потому что корюшка из Ленинграда плывет сахалин и по дороге жрет отходы масляных танкеров. Ну, прописка у нее ленинградская. Абсолютно верно. Если что, то она говорит, я питерская, да? Питерская корюшка, да. Я хотел бы сейчас еще расспросить по поводу, конечно, Юля, по поводу вот этой истории. А как так произошло? Это вообще в одну секунду произошло? Или это как-то долго велась специальная какая-то работа? Это стратегия или это случайность? Нет, эту песню на самом деле написала дочь Игоря Юлия Николаева. Да. И сказала, что это произведение посвящается нашей с Игорем любви. Да. Это вот огромная, в общем, можно сказать, такая классная песня, что когда она первый раз мне показала ее, мы обе с ней рыдали, она за роялем, а я рядом прослушиваю эту песню. А заходит Игорь в этот памятный помещение. Заходит Игорь, да. Смотрит две Юлии. Дочь и жена ревут. Дочь и жена ревут. Рояль размок, как говорится. Вещь дорогая. И он сказал, это будет хит. Да? Что я делаю? Вы трете огурец. Это потрясающее ощущение какое-то новое. Уменьшается предмет в руке. Можно написать песню. Я тер огурец. Лучше не надо ее писать. Я там был. Игорь, теперь по поводу питмекер. Вот можете ли вы, вот когда вы слышите песню, вы понимаете сразу, что все будет хит? Вот сразу? Нет, никогда в жизни. А что тогда? Потому что сколько споров было, сколько было разговоров, как написать хит, как это сделать. Особенно для нашей страны. Я не угадал ни разу. Когда я пробовал вот так сам себе попробовать внушить, что это хит, я не угадывал. А помните, допустим, когда вы услышали чью-то песню и сказали, да ничего особенного, а потом вдруг она стала хитом? А становятся хитом те песни, в которых ничего особенного. Это всегда. Что такое хит? Это песня, которую ты вроде бы уже слышал, значит, элементы этой песни были в других песнях. Они там жили, а потом они соединились, и это оказалось другая песня. Что такое хит, как говорил Стиви Вандер? Ну, это твой знакомый. Поэтому он много раз был на этой кухне. Да. Мы представляем, как он мелко резал лук. У нас ни разу не было здесь. Да, Стиви Вандер сказал, отлично, мне очень нравится. Как вы пишете хит? Он говорит, это очень просто. Я слушаю 20 хороших песен и пишу 21-ю. Свою. У Кавилова. Но он, видимо, слушал 20 своих же песен. Ну, взять Стиви Вандера, взять его песню. Да. Который называется «I just called to say I love you». Да. Ну, на что она похожа? Простое название. На «Я люблю тебя до слез». Да, да, все правильно. Я имею в виду по количеству слов в названии. Да, да, да. «I just called to say I love you». Восемь слов. «Я люблю тебя до слез». Подожди. «Я люблю тебя до слез». Тоже много слов. Казалось бы, не может быть хит с названием из пяти слов. Что у нас происходит? Юлия Проскурякова, Игорь Николаев, мы готовим сегодня окрошку. Мы поменяли большую кастрюлю на интеллигентного вида такую... Окрошечную. Окрошечную. Да. Согласен, именно так бы я ее и назвал. Так, Игорь, вы знаете, вот вы назвали. Вот смотрите, вы... Да. Я вам уталантливаюсь еще. Вы сделали замечательно, наверное, вот эту... То есть, а вот это, что вот с этим, а это остаточки. А это, да, это самое ценное. Такая будет? Да, обязательно. Хорошо. Перекладываем туда. Мне нужна ложечка. Ложечка, пожалуйста, вам ложечка. Прошу вас. Я бы еще, может быть, чуть-чуть. А что мы еще будем резать туда? Так, мы будем яйца резать туда. А яйца варить нужно? Потому что мы их не поставили. Да. Вот смотрите, яйца варить нужно, а мы их не поставили. Так давайте же скорее ставить варить яйца. Скорее. Сейчас мы быстренько вырезаем. Я дорежу еще один огурчик. И сейчас будет уникально, потому что мы смешаем огурец порезанный. С непорезанным. С непорезанным. И знаете, что произойдет? Огурец пропитается огурцом. Я, с вашего позволения, хотел бы переложить сюда вот это. Красота. Вань, вот для яиц, по-моему. Вот для яиц. А вы знаете, я уже много раз это рассказываю, я все равно хочу рассказать. Тем более, что такой немножко, даже я бы сказал, грустный, может быть, даже получится мой рассказ. Сейчас я быстро наливаю воды. Рассказ мой заключается в следующем. Что у замечательной актрисы, моей любимой, которая, к сожалению, от нас ушла, у Ии Сергеевны Савиной, была домработница. И эта домработница стеснялась произносить слово яйца. Как она их называла? Она говорит, Энти, подавайте. Энти. Теперь, друзья, мы знаем, откуда произошла фамилия знаменитого поэта Юрия Энти. Ну что ж. А мы ставим яйца, оставляем Игоря Николаева и Юлию Паскурькову. А наша кухня у нас короткая, веселая реклама на Первом канале, после которой мы вернемся. Вы знаете, что «Цезарь и окрошка» – это серия знаменитого чешского мультфильма. Я сегодня немного пьян и не сяду уже в тюрьму. Закрывается ресторан. Официант, подари хурму. Дорогие друзья, с Мак на Первом канале у нас гостяк сегодня Игорь Николаевич, Юлия Паскурькова. И мы готовим окрошку по-сахалински. И по-сахалински мы натерли огурец, порезали огурец, лук в ступке, Юлечка, вот так своими руками. Солью. Солью, чтобы дал сок. Все это мы вот здесь, друзья, поместили вот сюда. У нас варится картошка, которую мы отдельно совершенно сделаем. У нас варятся яйца, которые мы сейчас сварим сюда. Предлагаю сейчас переступить ко второму блюду, к салату «Цезарь». У нас сегодня «Цезарь и окрошка». Вот что такое «Цезарь»? Нам нужно мясо? Нам нужна куриная грудка. Куриная грудка. Посмотрим. А вот она. Ее нужно тоненько порезать. Вот, для этого нужно сейчас Юлию тоненько порезать. Это как прямо... Это прямо вот так и кусочками. А в чем мы ее будем мариновать? Мы ее будем мариновать в оливковом масле, перце и немножко сырого солнышка. Моя помощь нужна в чем-нибудь? Потому что я не понимаю, что я делаю. Игорь, в рассказе. Игорь, в рассказе. Я хочу вам сказать просто, я могу сделать признание сейчас. И, друзья, я хочу сделать признание. Я первое моего выступления на профессиональной сцене... Нет, вру. Второе. В школе был концерт. И, Игорь, была песня «Старая мельница». Я почему-то это думал. Именно «Старая мельница». Нет, я не просто... Слушайте, песен много. Но почему старая? И у меня пластинка эта была. У меня тот же вопрос к своей жене, потому что у нее первая песня... Любимая песня была «Старая мельница». Да, в том же положении она была, как и вы, потому что она так же стояла на стульчике, да, где-то там ты пела. Да, и пела песню «Старая мельница». Посмотрите, что сделала Юля. Юля. Юля, да, нарезала. Юля, а вот... Игорь, какое Юля готовит блюдо лучше всего? По-моему, оно рождается сейчас на наших глазах. Да что вы. Да. Хотела бы спросить... Да, маринуем сейчас. Да, маринуем. Нам нужно оливковое масло, перец. Для вас. Смотрите, оливковое масло роскошное. Заливай немножечко, да? Нет, побольше. Прям побольше. Заливай, все. Хватит. Теперь смотрите, перчик прямо свежемолотого, да? Да, перчик черный. Черненького, свежемолотого. Расскажите про ваши... Про ваши... Ну ладно, чуть-чуть, ну только вот так. Про ваше предпочтение к кухне. Вот просто какую-нибудь... После знакомства с Игорем я люблю рыбу. Во всем. На дотов. Ну я... Вот дотов почему-то мясо, но сейчас... Игорь перестал покупать мясо. Игорь перестал покупать мясо. А я хочу сказать... Кокос Соколина, он обожает рыбу. Вот я хочу сказать вам. Посмотрите, пожалуйста, друзья, на Игоря Николаева. Я вообще редко делаю комплименты мужчинам. Но вы замечательно выглядите, без всяких шуток. И я хочу вам сказать, вот мне кажется, что в этом рыба сыграла свою роль. Как говорили после одного выступления. Рыба, она вообще любит... Рыба сыграла свою роль, как говорят. Знаете, я из театральной семьи такой, артистки друг про друга говорили. После премьеры рыба свою роль сыграла. Соевый соус немножко. Рыба. Вы много едите рыбу, Игорь, да? То есть вас интересуют причины, почему все-таки... Почему хорошо выглядит, меня причина не интересует, это факт. Все-таки с рыбой все-таки. Не, ну вы с Соколиной, я правильно понимаю? Я все-таки связываю с счастливой семейной жизнью. Вот! И этого-то я и хотел услышать, друзья. Аплодируй! А как Юля это хотела услышать? Я спровоцировал! Конечно! Я тебя спровоцировал! Какая рыба! Да что вы! Да можно сколько угодно рыбы съесть. Рыба дура. Знаменитая песня Андрея Макаревича. Спетая непосредственно. Рыба дура. А скат молодец. Спасибо. Сколько? Сейчас, чуть-чуть. Вот так. Соль. Там уже присутствует как-то? А, соль вы же соль. Я думаю, что яйца давно переварили. Энти? Ну как так? Кстати, Энти, кстати, вы правы. А вот тогда у меня вопрос к вам, Игорь. Вот какого толка. А часто ли вам удается бывать на острове, который подарил вам жизнь? Я буквально неделю назад оттуда приехал. Да вы что? Да. А как часто? Ну а сколько часто? Прекрасно было. Выступал на площади при температуре минус 32. Ой, давайте поплатим. Очень бодрило. Что из нас? Минус 32. Но я обожаю и преклоняюсь перед жителями Южно-Сахалинска, которые стояли, ждали выступления несколько часов, и потом еще во время концерта стояли. Почему несколько часов? Ну, хотели место в него поближе, знаете, к сцене и так далее. Потрясающе. Было здорово. Друзья, я прошу еще раз поаплодировать легенде нашей музыки Игоря Николаева, который своим землякам дарит вот такие вещи, невзирая на время года. Я, с вашего позволения, солью эндитик. Что нам нужно для салата еще? Юль, помогайте. Да, нам нужны салатные листья. Салатные листья. Давайте доставайте. У нас очень много разных салатных листьев. Главное, что их не надо мыть. Они уже готовы. Да, это не нужно мыть. Класс. Так, и мы рвем руками, да? Да. Расскажите мне тогда, если вы лютеры, ну, а географическая кухня, ну, я не знаю, кухня какой страны вам близка? Вы же очень много гастролюти. Игорь, вы были же... Ну, я на самом деле полюбил японскую кухню, но это было раньше, чем мы ее успели полюбить. Еще не было никаких сушек, баров, ничего не было, да? Нет. Это какой год, Игорь? Не будете смеяться, не было слова караоке в России. Ну, это я не верю. А это был не так давно, 87-й год. 87-й год, это когда были слова каратэ и перестройка. Слово караоке не было. Из Японии. Да, это когда вы пели «Мельницу» как раз те, все годы. Да, это я тогда пел. Да, 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 да. И это была поездка, мы ездили с Аллой Пугачевой в Японию. Песня «Сто друзей». Песня «Сто друзей» на японском языке. На японском языке. С певицей «Токи Кокато». Абсолютно так. «Токи Кокато». Да. Друзья. Игорь, ну как вообще? И вот тогда мы оказались впервые в японском ресторане, причем нас позвал мэр Токио. Мэр Токио? Мэр Токио, да. И мы потом пошли в театр «Кабуки». Шоу началось в 2 часа дня, закончилось в 10 вечера. Очень интересный, захватывающий спектакль. Ты так долго идешь, долго не знаю. Спектакль около 8 часов шоу, да. 8 часов спектакля. Поэтому мы подкрепились японской едой. И я попробовал впервые блюда, я не знаю, знаете ли вы, нет? Шабу-шабу называется. Шабу-шабу. Они называются «сябу-сябу». 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 Что-то очень знакомое. Это когда очень тонкий такой, знаете, пласт мяса берешь палочками и опускаешь в кипячую воду. Ой, а в кипячую воду или на сковородочке? Нет, 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 в кипячую воду с разными травами, специями, да. На секунду опустил, достал уже вареный кусок мяса. И потом опустил еще в соевый соус, и тогда уже с рюмочкой сокрет все это заходит. Как это аппетитно. И потом я искал во многих ресторанах мира японских и спрашивал «сябу-сябу». Мне не понимали, что я от них хочу, потому что… Я был в Нью-Йорке однажды в ресторане японском. Там мы жарили. Там стоял какой-то камень или что-то. Это другая история. Это другая вообще история. Значит, друзья, с вашего позволения, на секунду я покину Юлию, которая смиренно рвет салат. А Игорь следит за тем, как закипает вода. Я пытаюсь вам занять… Я очень… У меня очень серьезная задача. Ну, вы рассказали про японцев только что. Вот японец может так сидеть, стоять часами, смотреть, как закипает вода, а потом посмотреть, что нет газа. И на театр Кабуки он может смотреть часа. Я на секунду вас покину. Юля, Игорь, на одну секундочку, вот вы у меня здесь в телевизоре. И вы видите, а у нас сейчас короткая рекламная пауза, по которой мы вернемся, и вы узнаете, что «сябу-сябу» в переводе с японского означает «йоку». Смотри, «Перл Харбон». Старая мельница крутится, вертится, бьется о камни вода. Старая мельница все перемелется, только любовь никогда. Игорь Николаев, «Блендер». Дорогие друзья «Смарт» на Первом канале, у нас в гостях сегодня Игорь Николаев, Юлия Проскурякова. У нас закипела картошка, мы немножечко ее так приоткроем, и пошла кипеть. Если кому-то ингаляцию из зала, пожалуйста, можем прямо опустить головой туда. Все, у нас идет, кипит, кипит процесс идет. Юль, нам нужно сделать соус. Мы порезали во время рекламы сварившиеся яйца. Да. Нам нужно для начала, как все ингредиенты идут, сначала идет салат, потом пармезан. Мы должны это перемешать. Смотрите. А вот у меня есть пармезан. Подойдет так? Да. А смотрите, вы как его хотите, натереть? Да, натереть натереть. А дайте я, пожалуйста, предложить одну очень симпатичную вещь. Вот так это делать, смотрите. Ты хочешь, чтобы так мелко, или ты хочешь кусочками? Нет, это будет, в принципе, вкусный этап, на самом деле. Это все развалится, да, просто такой вот стружкой красивой. Оп. И так вот мы это делаем. А может быть подойдет для чистки огурцов, для чистки огурцов эта штучка, нет? А она будет, Игорь, она будет большую стружку, будет толстая стружка. Вот, вот, ну и хватит, может, тоже. Хорошо, хорошо идет. Хорошо идет. Ну, это маловазка будет на такой огромный миск. Нормально. Игорь, ну вы тоже, мы сейчас туда сухарей. А вам нужно, чтобы на следующую передачу хватило, что ли? Так, перемешали. Да, перемешали. Что нам делать? Что нам делать? Теперь нам... Что же, нам нужно делать? Ребята, я не понимаю. Все, разогреты. Грейм на 200 градусов. Разогреты. И теперь мы прям берем, да? Да. И прямо в холодильник. И прямо кладем. Прям тоненько-тоненько, вот как Юля порезала, выкладываем. Уже понятно, что будет вкусно, конечно. Ну, будет вкусно, ну, Игорь, ну, очень. Да, да, да. На Сахалине, наверное, там и икорка-то имеется. А у вас... Хотя у нас были крабы, конечно, лобстеров-то не было. А крабы, да. Ой, это не восточные, да? У нас приезжал самосвал во двор и высыпал огромную гору крабов, шевеляющихся, живых и огромных. И стояла продавщица с очень приблизительными весами в руках и говорила так, ну, это примерно где-то 8-10 килограммов, а этот примерно, там, 10-12 килограммов. И после чего мы несли этих крабов в ванну, они у нас жили какое-то время, и мы постепенно их съедали. То есть крабы жили в ванной, а вы их плавно ели. Плавно ели, да. И крабы тихо ночью говорили, ну, по-моему, у нас кто-то живет. Следующая очередь моя, один краб другому говорил, да. Они считались крабьи и щитаки вот эти. Шел крокодил. Примерно так это и было. Примерно так это и было. А мы, а мы, да. На салтовом крыльце сидели крабы. Где-то так, да. Там еще есть крабы. Лимон, поллимона. Но они не считались деликатесами вообще, это было просто повседневное емкость. А что у вас? У вас, наверное, деликатес была, как-то простая еда. Сгущенка какая-нибудь. Почему-то зачем-то шпроты все хотели попробовать, знаешь, балтийские. Хотя они были страшно невкусные, но нам они казались страшно вкусными, потому что это был жуткий дефицит, хотя наша рыбка была вкуснее. Так, все. Вот. Итак, что у нас? Вот у нас на гриле курочка. Прекрасно. Все. Я вот сейчас готовлю соус, и хотела бы, если кто-то будет делать по этому рецепту, как готовить соус? Оливковое масло, свежий лимон нужно просто, пол лимона туда, сок лимонный нужен. Так. И вот по-разному называют этот соус. Остерский соус, вустерский соус. Да, вустерский, я тоже не могу выговорить. Это тот соус, друзья, который в Владимире добавляют, правильно? Оставной. Да, да. Делается он, вы будете смеяться, из анчоусов, из рыбешек, из маленьких. Вот его добавляю. Значит, нам нужно два яйца, которые мы должны сварить всего 60 секунд, одну минуту. Юля, вот сейчас я зауважал. Сейчас просто я клянусь вам, я никогда такого не делал в жизни. Вот это, я не знаю, это назовем это железная воля. Так, Юля, чекенду, надо зарядить маслом картошек. Масло, да, давай. Так, правильно, Игорь, молодец. Правильно, правильно. Вот, вот она. Берем. Ну так, не жалеем же мы. Мы не жалеем. Ну сколько, я думаю, ну вот так. Ну да. Ну, чтобы вам было вкусно. Чтобы нам вот туда прямо размасываться. А может туда еще чесночку, зелень и что, ничего? Зелень можно, да. Можно порезать их. Пока накроем. Закрываем и делаем вот так вот. Давайте, где-то здесь. Все, все, такой кропотливый процесс. Да? Да. Все, картошка смасывается. Смотрите, кипит. И вот теперь, как вы сказали? Одну минуту. Поехали, Игорь. Игорь, есть что-то, какое-то музыкальное обрезание на минуту? На дельку. Попури, легкое попури. На недельку до второго я уеду в Комарова, где качается на дюнах Шереметьевский баркан. Микрофон. Опять, видишь, о своих краях, о питерских. На недельку стану разом, королем и водолазом. Сам себя. А потом? Найдусь в пучине. Если часом осталось 10 секунд, за... 10 секунд прошли, осталось еще 20. Ну что же, мы отварили яйца в картофельной воде. Мы сэкономили России природные ресурсы. Пускай нам позвонили кто-нибудь из Министерства природных ресурсов, и мы им воду эту вернем. Укропчик, пожалуйста. Хорошо. Укропчик, прямо. Давайте, я открываю, а вы бросаете. Я открываю, а вы бросаете. Хоп! Да, значит, может, что я может... О! Ой! Ой, ребята! Позвольте, я быстро расскажу рецепт. Может, это очень важно? Вы меня поправляете, насколько я его запомню. Хорошо. Рецепт салата Цезарь. Берем салат Романа. Романа, нарвали его. Туда натираем пармезан, туда помещаем сухарики, делаем куриное филе, которое мы маринуем в соевом соусе, оливковом масле и черном перце. Жарим его на гриле. Правильно. Добавляем в этот салат. Берем оливковое масло, немножко вустершерского соуса. Немного горчицы. Немного горчицы. И лимонный сок. Лимонный сок. И туда разбиваем два яйца, которые ровно 60 секунд провели в кипятке. То есть немножечко белок у нас чуть-чуть подсвернулся. Теперь все это нужно нам венчиком размешать. И должен получиться соус. Вот это самая вкусная история, конечно, с этим соусом. Он решает все. Итак. Самое важное, насколько я понимаю из рассказа Игоря в сахалинской окрошке, это то, что ее нужно смешивать не в тарелке, а в емкости. Правильно? Конечно, потому что здесь же отличный сок. Я прошу вас, друзья. Вот вам поварешечка. Давай. И вот давайте. И пошло и дело, да? И дело пошло. Квасок. Квасок. Наливаем прямо так, да. Вот он пошел. Значит, сахалинская окрошка. Мы половину огурцов натираем на терке, почистив. Правильно. Половину огурцов мелко нарезаем. В ступочке с солью разминаем порезанный зеленый лук. Добавляем вареные колбасы. Угу. Добавляем вареного яйца. И в финале добавляем много зелени. Правильно. Берем квас и заливаем сметанку побольше. Это рецепт чей, Игорь? Это рецепт моей бабушки, который перешел к моей маме. И теперь, естественно, к Юле. А маму как зовут? Маму зовут Светлана Митрофанна. Светлана Митрофанна. А давайте-ка мы Светлана Митрофанна, Юлю и всех женщин поздравим с 8 марта. С удовольствием, с удовольствием. Давайте, мы поздравим. Спасибо тебе за то, что ты дала мне жизнь, за этот прекрасный рецепт. И за то, что ты подарила нам счастье. И я желаю всем женщинам быть счастливыми и в личной жизни, и в своих семьях. И в служебном, как бы, соответствии. И со своими детьми. Вот, вот. Все, ребята, попробуем сначала сахалинскую окрошечку. Давайте. Я хочу сказать одно. Как хочется лета. Так, друзья, а я сажу, позволение. Мы сейчас продолжим есть, просто надо все попробовать в третьем подарке. Так, салат «Цезарь». Попробуйте вместе. Так фишка-то была в том, чтобы картошку чередовать с окрошкой. Горящее и холодное, понимаешь? Это я что-то понимаю, Игорь, но и вы меня поймите. Салат «Цезарь» роскошный. Я постарею. И напоследок. Давайте я вам подарю подарки. Поаплодируйте вот этой паре. Я не могу оторваться. От нашего спонсора. Корзина душистого целонского ароматного чая «Акбар». Неиссякаемый источник бодрости, энергии, хорошего настроения. Это для вас дома. Это мы любим. И, наконец-то, от нашего спонсора набор японских керамических ножей «Самура». В заточке эти ножи не нуждаются. Ничего не все. Специально от нашего спонсора вам уникальная вещь. Чайник. Борг-чайник, который сам заваривает чай. Сам Игорь Николаев, Юлия Проскурякова сегодня в шмаке. Аплодируйте. А мы на этом, на этом мы с вами прощаемся. Увидимся с вами в следующий раз. И вы узнаете, что «пашот» в переводе с армянского означает «сурен». Назови сына Павлика. Вдруг в Россию придется ехать. Субтитры создавал DimaTorzok